Девы были у нас в «Мальке явно» Ручка, ребята, мы все не поручили Потом, потом Дайте конструктивное слово молодежи Девы все устройства Что... Никаких документов, обязывающих, ни правовых, ни законных, ни обязывающих первую инициативу объединяться по второй, нет и быть не надо. Есть только письмо КМДА в адрес районной администрации принять меры, чтобы они объединили в это чисто ДПРУ, хотят объединять ДПРУ. Значит, мы здесь сейчас, чтобы погасить напряженность, потому что между ними существует определенная напряженность, кто-то кого-то в чем-то подозревает. То есть, вместо того, чтобы заниматься полезным конструктивным делом, много времени нужны и энергии дарятся на денужные пары. И поэтому, вот цель сегодняшнего нашего собрания, для того, чтобы мы все, как представители общественности, как жители обороны, совместно, мы... Да, я прошу, да, я прошу. Чтобы они не могли выкрутиться. А если метрополитен начнет какие-то свои работы... Мы летаем свои работы и строительство, это разные вещи. Вы понимаете правильно, формулевка должна быть чёрт. Мы с вами уже это понимали, да? Да мы по оболонскам поняли вашу формулевку. Конструктивное состояние станций подвести к... Так же, как на оболонских оболонских площадках. ...к тому состояние, чтобы она нормально работала и чтобы... Это мы всё знаем. Это мы всё знаем. И за счёт того же застройщика, который это всё сделал. Смотрите, НРК «УАЗИС» это не застройщик. Они разрушили, они должны восстановить. Понимаете? У нас как раз такие вопросы. Они разрушили, они должны восстановить. Поэтому, вы же понимаете, поэтому мы должны на слушание поставить ликвид. Так вот, я... А! А! Выслушайте. Хорошо. Сейчас я скажу, вы потом завозитесь с одной линией. Хорошо. Мы же обсуждаем. А! Обязательно с первой очередью восстановить технические конструкции станций по окончанию этих годов только по окончанию. Чекайте, где тут конструктив? Ну где тут конструктив? Давайте обговорю в порядок день. у нас дети, семьи дома. Сколько можно чувствовать это? Дайте порядок день 하� their взгляд. Потому что обратно превращается в блаблабонимание. Ну, однозначно. У нас нервная мужья дома. Дети, мамы и мама. podr vamos говорить. Скоро идут по першему вопросу, где случайность.. Чего вы говорите про те, что между группой уже существует антагогическое оборонение? Причин rij barking, что другие группы, они уже сходятся за внутреннее решение Ну как только вы об천ите. Давайте формировать порядок денный. Давайте тогда пункт, который испортил забороне строительства, если он будет так говорить, что до остановки строительства ДРК над станцией мировой ГИРФРА и восстановления технического станции и благоустрою внутренней и прилимной территории. Ну опять же, они могут сказать, что восстановлены комплексы. Подождите, мы их не спрашиваем, что они могут. Давайте зупинем. Нет, первая зупинка будь-якого будивництва на входах-выходах и подземных переходах. Смотрите, входы они должны расширить. Не должно оно таким быть узким. Так что они расширить? Они уберут махи свои, расширят. Как они могут расширить входы, если там конструкция монолизная? Я вообще, что там махов вообще никогда не было. Да. Есть против, кто-то против вот такого. Формулировка некорректная. Некорректная? Некорректная. А что такое корректная? Смотрите, еще раз... Она должна быть однозначная, а не дать возможность выкрутить потом... Гидроизоляция. А тут таки написано. При зупинке. При зупинке на час или на два. Не при зупинке, а при зупинке. Зупинку. 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 Подождите. Ну это уже поднесло. Зупинку. Не заборона, а зупинение двух будивниц. ТРК Оазии. ТРК, вы сказали, что ТРК. Имена ТРК Розважального центра зупинения, но они должны исправить то, что это делается. И поступило, и... Нее, неправильно. Нее, неправильно. Не зупинение, а заборона и исправление своих, так сказать, грабалов. Но мы не знаем, что такое... Дайте мне четкое формулювание, что такое технический стан. Я не понимаю, что такое технический стан. Так, а они не знают, что такое технический стан, та бабушка. Вона получит 500 гривен и проголосует за технический стан. Ему нужно довести просто, а не... Не зупинение, а заборона будивництва. Люди должны голосовать, скажем прямо, за строительство. Вот смотрите, как мы составим порядок дней, так люди и будут голосовать. В одному питании, одне питание поднимается. Поэтому мы только нечем. Василь, есть вопрос такой. За или против? За будивництва. А за что? А это уже другие питания были. Дальше это уже решение, скажем так, згідно громадские слушания, заборонительное будивництво. А потом еще другие, как это называется, то, что мы говорим, основные... В одному питании, а третье? Ну, как бы, там, привезли его до врага. Если... Если у них есть... Если у них есть... Возвращения повинны выноситься однозначные. Раздели, раздели на три вопроса. Это можно на три разделить или как? Что мы тут подменяем? Я же, я вас внимательно слушал, а вы меня нет? ТРК Оазис на станцию Герой-Днепра. Да, зупините будивництво. Заборонити. Значит, 8 серпня мы визначилися цим приняттям. Навіщо его сейчас идем? Зупините ТРК Оазис, відновите ТРК Мармелазис. Понимаете? Не надо. Какаясь полумира нас не влаштовывает. Только заборона. Хорошо. Заборона и оставляем так до весны или... Друге питание будет про станцию. Только через суд. Предприемец не будет сам делать на свой рост это. Понимаете? Его нужно заставлять это делать. А заставить может сделать. Только суд. Про что вы говорите? Что он сам скажет, я все восстановлю и все сделаю. Пишу. А кто будет? Заборонить! Заборонить! Вони влезли на эту станцию без питания громадкости! Это их проблемы! Забороните! Да! О! Забороните! Позвольте! когда будет остановка будильництва, тогда пойдут в Ринскую прокуратуру а в Ринскую прокуратуру? мы подали 2 заявки в прокуратуру ГЭП и в Киевскую прокуратуру подали 2 заявки уже были открыты позавчора и позавчора открыли 1 проведение, вчора я еще не звонила, не было когда есть уже 2 криминальные проведения но вы же сами сказали, они продолжают ну так извините меня продолжают, потому что закон не писан и под такими формулировками они еще больше будут продолжать они влезли сюда, их кто-то просил, их никто не просил сюда влезть они влетели в деньги, извините меня, так думать надо, что есть общественность, которая будет все заборонять а не вуалировать вопросы то есть мы требуем заборонить строительство и обязательства и обязательства забудовников, подрядников, Киевского метрополитена вот все те, кто оставили на общих наказах подписи и печатки, там 4 человека три подрядника и заместника начальника Киевского метрополитена вот их, как виноватых, вот эти проблемы, обязательства отновить, хоть за свои личные рахунки, которые накрали на продаже жителей мне не важно вы только что озвучили, что для них закон не писан, а сейчас вы думаете они из своего кармана выложат ну ребята, если мы ничего не будем делать в этом направлении, то они и дальше будут делать зачем тогда вообще, давайте тогда сделаем ну вы и нам руки развязывайте, у нас тоже поле деятельности не было так вот зачем нужны громадские службы ну таки что, так формуйте питание однозначно они должны остановить все свои работы кроме обновления станции не будем оплутать грунты з каркасом будивництва ТРК это разные вещи как называется вообще процедура грубо говоря первая готовность должны закончить есть это понятие? закинчение процедуры там укрепление укрепление фундамента ну если есть это процедура нет там фундамента там грунты який там фундамент закинчить там укрепление укрепление фундамента да заборона по-дальшому заборона мы не можем формулировать потому что по-перше одни кажут что закрепление грунт химичное уже пройшло другие начинают только с бритности мы не будем вдаваться в их технологический процесс оцогу будивництва нам питание заборонить будивництво и зобовязать о тех всех четырех осіб которые были причетны до цего гвалта чтобы они его восстановили как хотят ну вот мы начали разговор с того что нужно четко указывать что заборонить у них там будивництво ТРК вот это нужно и говорить что заборонить и будивництво ТРК а не все обновления которые они там если мы поставим первым вопросом голосование заборонить и будивництво за адрес да а что там будет а что там будет что там будет сколько там будет четыре поверхи восемнадцать да до речи в них не сходится три поверхи в одному документе в другом четыре количество рабочих мест то триста девять то четыреста с копейками площадь не сходится тобто уже и где ну как то кажут маніпуляция и падло и вы також уводите сторону тому мы наполягаем чтобы грунты ну котлеты отдельно мухи отдельно грунты химическое закрепление гидроизоляция это их святый обвязок после того что они туда влезли без спроса так мы же поддерживаем что мы поддерживаем а попробуйте не поддержать вы мне еще церкву должны есть полазка каждое воскресенье и крест стоит но не на клумбе вибачте я тут до вас на клумбу не приходжу молиться правильно и крести тут не ставлю хотите прийду? вы позволяете? ну так я тут и ТРЦ побудую что ж мелочиться тогда никто не против чтобы строительство восстановился если человек укрепился нет одно мы питание заборона и вимог строительство ДРК давайте вот сходите уже есть предложение из трех порядков этих пунктов порядка 10 ну хорошо первый заборона другая и обновления за их рахунок и перетин улиц оболонской а справа в том что они в подземки влезли и они частину дороги захопили пишите как правильно называть просто будивництво и адресу перетин улиц и оболонской проспект хорошо технический вопрос который вписывается редактор почему что это я думаю адрес кстати налейшов так ну там и еликон и еликон и все ходи чему давайте так что по забороне будивництва ДРК на станции метро Героя Днепра на перетині оболонского проспекта и вулиц Героя Днепра яке лисе загрозу мешканцям регионов проживали в Днепре второе зобовязати забудовника метрополитена закинчатись заставами и вентиляцией станции и техницией еще раз зобовязати кого забудовника метрополитена но справа в том что там спильные наказы подписывали подрядники все ну все мне сейчас надо четко знать вы просто подскажите запишите забудовник всех тех людей я сформулирую перечислить все те конторы то медалайн инжиниринг шмиринг бриллинг перечислить в 15 в 15 в 15 году Это так же, как и у Комната Коломойского частная контора включена в проект диреканной группы. Тут я ищу. Вашебесь. Вот так, вот так. Коммунальная логика. Это и предприятие, и предприятие. У меня еще с порядка длинного, какие зауважены. Я зачитаю те пункты, которые были визначены в Кольцевом. Подождите, если ты внимательно посмотрел, что предприятие подсказывает, то это надежного коммунального предприятия, который, кстати, вы здесь. Давайте сейчас не про. У нас были визначены такие вопросы. Первое вопрос. Дальше. Первое. Про порушение безопасного иснувания жителей района. Увага. Увага, будьте ласка и послушайте. Это вопрос инициативной группы 12 сербря, которое предложено для розвитки. Первое вопрос. Про порушение безопасного иснувания жителей района. Увага. 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 Я вас очень прошу. Увага. 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 То есть, вы за стройку, но вы против. Сό XMLפר individual. Можно я поставлю под apellycek? Можно я сделаю вопрос? Какой отношение у нас concurrentа, если мы отецам. Какое отношение у жителей имеет предпринимателей? Которые могут ехать с любого района города, из пригорода, к жителям оболонки, которые, допустим, приходят к количеству процентов в отношении, и выставят другую цену по. Я вам расскажу какое оно имеет отношение. Люди, которые ведут бизнес там, вокруг этого Героя Днепра. платят налоги и они также люди и их тоже нужно учитывать за оболонский район это в оболонском районе они работают живут они где хорошо с пропиской оболонской только тех предпринимателей нет не работающие на героях днепра который едет ездят с сел из другого не поняли которые имеют бизнес я не говорю про работающих торговых тех кто торгует я говорю про тех кто имеет бизнес и платят налоги какое влияние и как они относятся хорошо как их налоги позитивно отражи отразились на школах садиках и коммуникация уже до 18 года сейчас сценарий есть уже так говорить просто сценарий для того чтобы громада не сделала еще раз давайте зачитаем предложение конструктивное и как мы к этому относимся зачитаем что громада это кто это люди жители дайте чутки формулювания громады оболонского района чутки формулювания я прошу чутки формулювания что такое громады оболонского района потому что у нас нет района мешки тобто у нас громадские обговорения мешканців оболонского района честно кажучи да и мы знаем что деяких предприниматель уже до 18-го року они заключили стирка оазис договор аренды тому они будут рвать соби все что можно свое слово он там в а то пускай скажут они не жители района вам голова я буду спрашивать даже у тех людей которые при принимании не жители района вы точно в громадской раде оболонского района однозначно ну так мы поймали уже давай болтарнюю заказчика скорее по делу еще раз я хочу зачитать два основных пункта что до первых пункт что до забороны будильницы трк оазис на станции метро герой днепра яке не се може уколи за грозу мешканцям району я хочу конечно на прилегли будильник это первый вопрос второй зобовязать забудовника та метрополитен закинчити заходи с гидроизоляцией и химизации грунтов станции герой днепра ну и третьим вопросом предлагалось повернение метрополитену в статус герой днепра подожкайте а відновите красивый бед клумбы там они ж прийшли на социальный простор можно якше сказати благоустрою внутрішнюю внутрішнюю во второй пункт да да мы сейчас занимаемся что ты здесь сидишь и вы тоже предприниматели предприниматели есть порядок проведения громадских слушаний кто в порядке визначается кто визначает какие питания кто проводит кто визначает голову кто проводит понимаете чем вы занимаетесь что вы заводите до каташи банки а теперь а теперь про анализы про анализы врачам про объединение давай доказать вот теперь говори про объединение пункты эти устраивают и одну и вторую сторону ну можно еще обдумать до завтра я еще раз напомню что за строчку ничего не мешает назвать ТРК свой по-другому а подожди адрес указали адрес унициативной группе хотя бы высказать повик слушайте ну вы так не решаетесь давайте как-то побыстрее посетяли мы этот процесс мы предложение по порядку дыру мы предложение услышали на заседании ближайшем наше нациативной группы мы будем принимать эти все обслуживания да порядок это потому что им КНД обучила понимаешь вот смотри вот теперь это второе по поводу объединения КНД по-моему ничего не говорила говорится об объединении усилий мы не против сотрудничества мы всегда можно быть голубом еще сильнее но дело в том что следы которые выкладывают интернет марши особистые данные полностью в фейсбуке я считаю что вы же сегодня боится не боится а мы сейчас все свои данные девочки ребята которые приходят я поясню люди которые приходят на голову если вы хотите разместить каждую вашу фотографию на столбик в случае если будет строительство никто никогда не говорил что оно очень похоже а похоже да что это что что это что это порядку проведения громадского слушания, до 26 числа вы должны полностью вспоминуваться порядок день. До 26 числа вы должны между собой обрати голову, что на громадский слушание. Вы должны отправить секретаря громадского слушания. Вы должны обрати представителей мандатной комиссии, яка повинна подтвердить повноважение тих учасников громадского слушания, которые придут на громадское слушание. Потому что громадские слушания будут носить районный характер. Так и соответствует проведения громадского слушания районного. Дальше, вы должны обрати вечернюю комиссию, чтобы до этого числа уже подготовились все процедуры, документы, что до проведения громадского слушания, которые будут призначены на 29 число. Это вы все должны сделать. Я думаю, что то, что вы начали с вопросов порядка дня, наверное, это очень доброе. Можно вопрос? Сейчас на вопрос. Да, слава. Но не будем доверять до того, что... Так и не будьте... Не вы, не мы. Если вы настолько нам не доверяете, мы уже на вас смотрим поза. Вот, пожалуйста, вы понятные, видите ли. Давайте кого-то ими. Можно задаем? Вы, главное, главное. Главное, мы срегулировали, по-моему, нормальную... Да? Слухай. Стоит ваша бар. Я говорю, мы... Слушайте, что думаем, то, пинца не думаем. Принят, что такое... Ну, например, если мы... Я понимаю, я понимаю. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Давайте связать. Нет, я говорю. Ну, вот просто нам. У вас, что и мужчины. У вас столько много, да? Ну, вот, неужели мы вот не можем принять разрешение? Вот эта группа, эта группа. Если они нам говорят, что мы там за, мы не за, мы против. Они против. Мужчины, ну, возьмите на себя, тогда вот, как-то давайте, наверное, кто-то... Я скажу проще. Вадим, можно это? Они напишут то, что мы здесь решили в этом протоколе в своем. Это не они будут обговаривать. Сейчас она неправильно выразилась. Представьте, что я так говорю. Ну, я своими словами измите. Да, вот то, что мы сейчас вот здесь решили, вас устраивает и вас, они напишут в своем протоколе. Они своего уже писать не будут, я обговаривать, нет. Они напишут, у себя. Можешь захватывать эти... У себя. Захватывать. А вот. Это вопрос. Тебе, что вы получаете, не голову, не горюк, а лекомендарник. Вот, саме, тих, кто берут, доводят официально-декомендарник. Шукаете их. Это мой путь. У меня коллега Ремарков сказала о том, что я предполагаю самому. Для вас особо. Наша инициативная группа провела заседание организационное, где мы визначили, кто... Шановный Бог, наша группа 17 сентября провела организационное заседание, где мы визначили все абсолютно вопросы, что касается выполнения решения Киевской Рады. У нас в протектуре визначено все. И мандатная комиссия, и вечерняя комиссия, и для чего, и мета проведения слушания, и оборудование представленника инициативной группы, и оборудование главующего на заседание, и оборудование секретаря на заседание. Пожалуйста. Из твоей речи сейчас звучит, пошли все вон отсюда, здесь остаюсь только я и все. Это выполнено на выполнение решения Киевской Рады 122-229-8-жовтня. Вы здесь пократишься только в нем. Вы слышите, или нет? Нет. Мы выполнены решения Киевской Рады. Это решение Киевской Рады, Виктор Анатольевич. Ты сам себе взял и себе предложил. Я потом, першую инициативную группу, она не зримая, какая-то реализованная, для проведения цифровых. У меня простое предложение. Чтобы в этом громадским слуханием участвовали и громадская Рада Оболовского района, и две инициативные группы. И не хотелось бы, чтобы романским слухом есть еще другие люди, которые будут раскачивать общественность, потому что они заинтересованы в том, что в этих послушаниях вообще не происходит. Может быть, тому же застройщику может это интересно, чтобы они не произошли. Тут много разных есть нюансов, но нам надо, чтобы они состояли. Сейчас уже два этих пункта, основные два пункта, которые мы вам говорили, устраивают. Вот теперь нужно, чтобы устраивать, мы знаем, что ты всегда против, видите. Ты на Романской Раде всегда против. Вот точно так же нужно, чтобы это все устроило. Один человек, который может, не заинтересован во власти, может сказать в лицо, прямо, понимаете? Это ты не заинтересован.